МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «Время говорить». Главные темы сегодня. 22 июня. Что планировали в 41-м захватчике? И что мы видим сейчас? Долой свинства! Активисты Рязанского экологического альянса высадили десант в тупках. 15-летние капитаны. В Рязани прошло заседание младежного правительства. А теперь обо всем подробнее. В субботу Россия отметила 72-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Пока еще живы в памяти многих людей такие знаковые числа и даты, как 22 июня 1941 года, 4 утра, бомбежка городов Латвии, Литвы, Беларуси, Украины. Мы помним историю Брестской крепости, последней защитник которой был взят немцами аж через год после начала войны, летом 42-го. Несмотря на массовые уничтожения на базах и аэродромах советских самолетов, уже в первый день Великой Отечественной немецкие асы почувствовали, в небе будет дан яростный бой. Уже 22 июня наши летчики, жертвуя собой, совершили 24 тарана. К концу первого дня войны потери немецкой авиации составили около 300 самолетов. Это самые большие потери за день, за всю войну. Все это надо помнить, об этом надо говорить. Каждый год на мемориальные комплексы в российских городах и весях приходят оставшиеся в живых войны. Великой Отечественной, те, кто победил войну и кого пощадило время. Приходят местные жители, несут официальные букеты начальники, возможно, примеривая на себя те времена. Смогли бы они поднять народ, смогли бы организовать, возглавить. Ту войну сразу назвали священной и народной. Тогда прекратились гонения на церковь, на православие, на вечные ценности, которые вели русский, российский народ по дорогам истории. От трагедии к победе, от отчаяния к национальной гордости. Надо помнить и о том, что руководство Третьего рейха не считало славян полноценными людьми. Гитлер заявлял, наш руководящий принцип должен заключаться в том, что эти народы имеют только одно единственное оправдание для своего существования. Быть полезными для нас в экономическом отношении. Два или три десятилетия отводил фюрер для того, чтобы сократить население Европейской части Союза до 15 миллионов. А еще надо говорить и о том, что планы нацистов понемногу стали воплощать в жизнь начальственные потомки победителей. А как назвать по-другому развал великой державы Советского Союза? В своей отдельной вотчине и править, и грабить легче. Наверное, поэтому. Как объяснить демографический провал в России нового времени? А это опять-таки идеи нацистских бонз, разработавших в 30-х годах планы демографической войны. Почему сейчас мы наблюдаем потрясающее нашествие гастарбайтеров, из которых громадное количество нелегалов, а значит, по определению преступники? Что это как немолчаливо разрешенная экспансия, размывание титульной нации? Разгул глобальной коррупции даже в системе оборонного ведомства? А концентрации когда-то народных богатств в руках криминала? Абсолютно беспомощная реакция властей на бандитский передел 90-х. А толстосумы на госдолжностях, которые держат капитал в иностранных банках, переписывая сомнительным путем нажды и добро на жен, детей, тещ, с ног, кого там еще можно подтянуть под это дело? Обестыжие массовые разводы с женами депутатов Госдумы перед подачей налоговых деклараций. Разложение правящей верхушки, как по-другому все это назовешь. Как говорится, за что боролись? Интересно, напишут ли когда-нибудь об этом в новых учебниках истории? Сопоставят ли планы захватчиков в 40-х и результаты перестройки в 90-х? Вряд ли. И еще о коррупции, как говорится, на злобу дня. Почти в 80% перепроверенных высокобальных и 100-бальных работ единого госэкзамена были обнаружены серьезные нарушения, следует из результатов закрытой выборочной перепроверки, которая проводилась разработчиками заданий ЕГЭ. Об этом сегодня пишет коммерсант. Так, в некоторых регионах оценки половины работ по ряду предметов оказались неоправданно завышены сотрудниками региональных экзаменационных комиссий. В 2% перепроверенных работ по биологии в Дагестане отдельные задания в бланке, помимо авторского, выполнены другим почерком. Кроме того, проверяющие выявили, что в некоторых работах поставлена оценка за несуществующие задания. Такие нарушения были зафиксированы в Дагестане, на Ставрополье, в Брянской области и других регионах. Теперь непосредственно о рязанских делах и событиях. В эти выходные дорожные полицейские провели массовые проверки состояния водителей. Результаты были ожидаемыми. С подробностями Оксана Тебенихина. Сотрудниками областного ГИБДД еженедельно проводятся рейды по выявлению нетрезвых водителей. И с каждым разом число удачно попавшихся неуклонно растет. Лето, выходные – дело, как говорится, святое, но по закону неправедное. В настоящее время на территории Рязанской области зарегистрировано рост числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе с участием нетрезвых водителей. Поэтому было принято решение о проведении 21, 22 и 23 июня на территории области масштабных рейдовых мероприятий. По сути дела, любителей принять на грудь перед поездкой куда больше, чем показывает статистика. Как говорится, везет либо новичкам, либо дурачкам. Уж простите, народная мудрость. 72 нетрезвых водителей были задержаны, еще 4 человека отказались от прохождения медицинского освидетельствия. В ходе рейдовых мероприятий некоторые из водителей вели себя некорректно, пытались скрыться, не останавливались с сотрудниками ДБС. Однако все были задержаны и понесли наказание. Если уж таким деловым наплевать на водительское удостоверение и собственную честь, так цена чужой жизни для этих, с позволения сказать, людей будет пропорциональной цене штрафа, которым они смогут откупиться. Вот такое оно, наше современное законодательство вкупе с отечественным менталитетом. Если сотрудники ГИБДД убирали с дорог пьяных за рулем, то активисты экологического Рязанского альянса убирали за подпившими компаниями. Очередной экодесант в эти выходные был высажен в дубках. В замечательном месте, которое без поддержки активистов и добровольцев может стать еще одной загородной помойкой. Не впервые едут эровцы в дубки. Не потому, что красиво, хотя, конечно же, здесь красиво, а потому, что грязновато стало в этом удивительном собрании дубов. Чистом, прозрачном, небольшом лесу, где царствуют могучие деревья. Скажи, пожалуйста, вот это единственное место, где Эра вот сейчас как бы наводит порядок, или это одно из мест? Это одно из мест. Еще у нас есть дубки в городе, озеро Ореховое с той стороны. И озера, мы как бы следим за ними, помогаем убирать к чести отдыхающих, надо сказать, грязи они оставили в дубках в этот раз немного. Возможно, именно так начинается понимание таких высоких вещей, как величие природы, как Родина, ответственность, а также, например, отвращение к человеческому свинству. Приехал на машине, убери из-за забора, будет чисто. В следующий раз приедешь, альпийский луг, дубрава, это же радует глаз. Вот, собственно, за это и боремся, за чистоту, за природу. Молодым везде у нас дорога. Популярный когда-то девиз вновь становится актуальным. Сегодня в Рязани прошло первое заседание молодежного правительства. О юном начальстве в репортаже Глеба Галушкина. Совсем недавно закончился конкурс среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, и по его итогам сформировано молодежное правительство Рязанской области. На первом заседании выступил губернатор Олег Ковалев. Он сообщил ребятам, что фактически молодежное правительство это управленческий резерв для региона, и наиболее активные его участники смогут начать работу в различных органах исполнительной власти. Я хочу вас поздравить с созданием вас, ее молодежного правительства. Это честь ваших коллег, большая честь, что вам доверили ваши коллеги работать в составе молодежного правительства. И в то же время есть серьезная ответственность перед теми коллегами, которые за вас поддержали и сделали так правительными различными следствиями. По словам присутствовавших, в состав молодежного правительства вошли наиболее достойные. Прежде всего, представителям областного кадрового резерва сначала, по мнению главы региона, необходимо набраться опыта работы в управленческих структурах. Каждому из находящихся в зале заседания младых министров предстоит пройти стажировку в профильных, уже взрослых министерствах. На первом этапе, чтобы вы провели себя жертвы, если с министерами, надо рассоветоваться, какие-то мы будем делать время для всех, чтобы мы, возможно, это в уровне нового набрали, взять эту комнату. Значит, если это они едут проходить тени в зале, тени с трудистами, тени с обрядом, значит, только питовая информацию, накапывая информацию и где-то потом, после в течение дня, в конце дня, возможно, уточняющие вопросы, почему именно так, почему такое решение, чем оно вызвано, чем, кто будет туда. То есть, на все вопросы, которые у нас будут возникать, вы, если вы будете набирать, будет ли это на лист бумаги, и потом беседовать уже с теми министром, с которым вы будете работать для уточнения этой ситуации. Ребята подарили губернатору значок с эмблемой молодежного правительства. Основными вопросами на первом заседании стали организационные. Ребята избирали председателя. Им стала студентка РГУ Мария Гьяченко. Далее выбрали замов и секретаря. С напутственным словом обратился и зампредседателя правительства Рязанской области Сергей Самухин. Он пожелал ребятам успехов и активной работы. На сегодня все. Всех поздравляем с началом новой трудовой недели. Отпускникам хорошего отдыха и последующего благополучного возвращения к делам. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова